Приветствую вас, давайте по порядку ответим на ваши вопросы, потом я разберу ваш текст, который вы написали, в нем тоже есть несколько интересных моментов, которые, мне кажется, нужно раскрыть, да? Ребят, зачем вашему мужу делать то, что он делает? Не буду пересказывать то, что вы описали, вы и так сами знаете. Зачем ему делать это? Есть такое понятие, как садизм. Садизм это такое направление в поведении, да, целью которого является, ну, собственно говоря, причинение боли, да? То есть, я причиняю боль, я хочу причинять боль другим людям. Делается это, делается по причине того, что у человека внешняя завышенная самооценка. Вот это вот очень важно понимать. Внешняя завышенная самооценка совершенно не означает, что у человека она действительно завышенная. Вообще, лично мое мнение, что завышенной оценки лично не бывают. То есть, реально завышенной оценки не бывают. Бывает реально заниженная самооценка, только самооценка. Вот, когда человек думает о себе действительно плохо. И бывает реально обекватная самооценка. Но реально завышенной самооценки не бывает. Потому что реально завышенная самооценка всегда происходит от чего-то. Это всегда защита. Это всегда защита. То есть, если человек нуждается в, скажем так, в завышенной самооценке, значит, у него есть какие-то сомнения в себе. Значит, у него есть какие-то проблемы в себе. Значит, у него есть какие-то сложности. Значит, не так уж с ним все в порядке. Вот. Поэтому, ну, на бытовом уровне, да, давайте все же будем говорить, что у него завышенная самооценка. Я не буду, не буду, как раз, пояснять, что это значит. Да? Вот. Значит, завышенная самооценка. Возникла. 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 В результате того, что в детстве человеку было лучше, спокойнее, комфортнее, без, ну, скажем так, без взаимодействия, без взаимодействия с людьми. То есть, когда с таким субъектом взаимодействуют люди, другие, такому субъекту становится сразу плохо. Ну, по крайней мере, человека приучили, приучили человека тому, что ему плохо, когда с ним взаимодействуют. Ну, в детстве, это все в детстве происходит. Это все происходит в детстве. Это все про детство. И поскольку человеку спокойнее, когда он ни с кем не взаимодействует, то он стремился к тому, чтобы ни с кем не взаимодействовать, да, то есть, стремился к отсутствию, значит, контакт. Вот. И я полагаю, я полагаю, что когда человек стремится к отсутствию контактов, да, он, с одной стороны, чувствует себя лучше, а с другой стороны, чувствует себя более аутсайдером, что ли. Вот. Потому что он не понимает, а что же я чувствую, что же я ощущаю, что же со мной происходит. И получается так, что он нуждается все же в людях, получается. Но, при этом, при том, что он нуждается в людях, человек не знает иного способа, значит, проявить себя, да, кроме как причинить боль, потому что для него в его детстве любой контакт с людьми заканчивается боль. И поэтому сам человек считает для себя единственно возможным именно такой вариант, именно такое поведение, именно такое, именно такую модель отношения. когда он причиняет боль, боль, и когда другой человек чувствует то же сам, то же самую боль. Вот. И только в этом случае, в этом случае, товарищ чувствует себя, ну, как бы спокойно, да, как бы хорошо, как бы комфортно, да. Ну, вот. То есть, вот, ваш муж поступает так, именно по этой причине. Зачем ему это? Это ему для того же, для чего и, собственно, все люди взаимодействуют друг с другом. Да? Вот. То есть, это ему для того, чтобы чувствовать себя живым, по сути. Вот. То есть, тут вариантов других нет. Любой человек, любой, любой, абсолютно, хочет чувствовать себя живым. И его потребность, да, потребность чувствовать себя живым, она у каждого проявляется по-своему. Вот. То есть, ну, это нормально, это нормально, что ваш муж, он хочет чувствовать себя живым. Только другого способа, адекватного, он не знает. Вот. Связано его поведение также еще и с тем, что, как правило, у таких людей, как ваш муж, да, то есть, у людей с садистическими наклонностями и у людей, которые, ну, имеют обычную самооценку, проблемы с эмоциональным интеллектом. То есть, проблема с тем, что они чувствуют, проблема с тем, что они ощущают, проблема с тем, эм, как они себя ощущают. То есть, они не имеют, эм, как правило, своих чувств, или у них очень ограниченный спектр чувств. Ну, то есть, понятно, что аутентичные чувства, их вообще пять, да, это понятно. То есть, их, ну, их меньше, да, гораздо меньше, чем рэккетных. Вот. А, но суть, суть не в этом. Суть не в этом. А суть в том, что у человека есть сложности с распознаванием своих эмоций. То есть, грубо говоря, эм, когда вашему мужу, например, плохо, когда вашему мужу, например, некомфортно, когда вашему мужу, допустим, ну, тяжело, когда ему сложно, когда он испытывает какие-то, эм, переживания и так далее, он не говорит, скорее всего, об этом. Он просто вот действует так. А даже если не говорит, то это, ну, это, это, скорее всего, эм, не связано эм, его настоящими, настоящими чувствами, да, то, что он, как бы, не позволяет, не позволяет себе их проявлять, ну, вот эти вот свои эм, чувства. Что в этой ситуации, эм, делать вам? Что в этой ситуации делать вам? Вам в этой ситуации, эм, только лишь говорить, эм, четко и строго нет, эм, своему мужчине, потому что других, эм, вариантов нет. Вот, эм, говорить четко и строго нет, вплоть до полного непринятия, вплоть до полного дополнительного непринятия того, что происходит. Вот. Ага, потому что иначе, иначе эм, ситуацию никак не разрешить. То есть, эм, нужно понимать, что слова, именно слова, эм, для вашего мужа, эм, значит, значения особо не имеют. Вот. То есть, он вас не воспринимает, не воспринимает всерьез. Опять же, эм, такие люди, да, такие люди, как ваш муж, эм, в большей степени воспринимают поступки, чем слова. Это, в принципе, эм, ну, в принципе, это тоже, эм, нормально. Это, тоже, вполне обусловлено. Вполне адекватно. Вот. Хотя, и вы можете, эм, так не считать, конечно же. Вот. Только, эм, установка личных, личных границ, чётких личных границ, а также, эм, адекватная реакция на его поведение такого, такого типа. Да, то есть, вот, например, например, он это сделал. Ну, вы сказали, допустим, ну, сказали, допустим, что вам не нравится, да, или что, эм, ну, поставили его в известно, что вам неприятно, эм, вот. И после этого ему нужно давать понять, что вы не собираетесь просто так, эм, взять и забыть, что он, эм, не сделал то, что вы его просили. Вот. То есть, по сути дел, по сути дел, речь идёт о выработке ваших личных, эм, границ, эм, значит, ну, по отношению к, эм, мужчине, к его действиям. И, по сути дела, речь идёт о, эм, выборе адекватного поведения, в случае, если такая ситуация повторялась. Вот. А, то есть, улыбаться, разговаривать, но никаких прикосновений, ничего нет. И, 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 можно даже не разговаривать, можно даже не замечать, если он не относится к вам всерьёз, и так далее. То есть, основная цель, показать мужчине, эм, что что-то происходит, важно, и вам это не нравится. Вот. Ээээ, мы, вашему, необходимо обратиться к психологу для, эм, работы над этой ситуацией. Для работы над этой ситуацией. Вот. Только, эм, только, эм, только, э, его, э, личное, желание и, э, понимание того, что это проблема, способна ситуацию исправить. Эээ, дальше. Значит, вы говорите, я раньше смотрел на это сквозь пальцы. То есть, он всегда так делал, муж. Он всегда так поступал. Он всегда, всегда был довольно, довольно жёстким. Но вы смотрели на это сквозь пальцы. Смотрели сквозь пальцы, как он обращается с вашими детьми. Да? Смотрели сквозь пальцы, как он обращается с вами. И только, когда вам надоело, а надоедание это тоже определённый, определённый психический процесс, вы стали на этом заострять внимание. Ну, не каждый вопрос, а почему же сразу, почему же сразу вы не обозначили свои личные границы? Понимаете? Сейчас вам нужно будет объяснить мужу, что вы изменились. Сейчас, сейчас вам нужно будет донести мужу, что вы внезапно стали другой. А это не так просто. Не так просто человеку объяснить, что вы стали другой. Что вы уже не такая. Он может задать вам резонный вопрос, а почему ты изменился? А что, ты уже больше меня не любишь? Потому что человек искренне считает, что если вы принимаете его, ну вот, его такое отношение, то вы его любите, он справится, так что он, может быть, даже об этом действительно не задумывается. То есть, здесь необходимо определиться в том числе и с вашей личной ответственностью. Понимаете? Вот. Вот. Вы же во всем этом участвовали, вы же во всем этом предпринимали участие. Понимаете? Вот. Для чего, почему и так далее. Разбор этого, разбор этого и следующих за данным поведением субъективных моментов. Ну, таких, например, как цели, установки, которые обеспечивают подобные, ну, подобные моменты. Да? Ну, могло бы помочь вам, опять же, подкорректировать свое поведение. Вот. Ну, хотя бы на будущее. Хотя бы на будущее. Чтобы таких ситуаций больше, больше, ну, не происходило. Ладно. Понимаете? Вот. Вот так. Вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что это было полезно для вас. Надеюсь, что вы почерпнули для себя что-то новое. Надеюсь, что вы задумаетесь над какими-то определенными моментами. Надеюсь, что вы, может быть, сами обратитесь за помощью. Если у вас есть проблемы с выстраиванием личных границ. Вот. И надеюсь, что ваше поведение подвигнет вашего мужа также поменяться. Потому что он не будет меняться сам до тех пор, пока не поменяетесь вы. То есть, других вариантов здесь, в принципе, быть не может. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Я буду рад вам помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Так же. Да.